Впечатления, эмоции, как вы оцениваете данные события? Сама процедура переизбрания, конечно, это ответственный момент, потому что конкурс, понятно, депутаты принимают решение, но в любом случае это про доверие и ответственность. В первый раз, в второй раз не имеет никакого значения, потому что это ответственность за развитие миллионного города и, в принципе, за все, что делает администрация, вся муниципальная команда, я несу персональную ответственность за результаты действия. Что касается, что делать, надо идти и продолжать то, что начало, потому что есть проекты, которые заканчиваются календарным годом, а есть проекты, которые идут в двух-трехлетний период, например, продолжение восстановления тротуаров, реконструкцию наших парков, такие большие программы, социальные объекты и так далее, можно перечислять. Поэтому надо работать, как и работали каждый день. Николай Васильевич, если можно, сегодня прозвучало как-то буквально в проброс фраза, что я не буду сейчас цитировать, не помню, что если появится потребность присоединения новых территорий, то мы рассмотрим этот вопрос. Имеется ли в виду, что возможно, возможно? Речь не о потребности расширения, а если другие муниципалитеты обратятся, то мы, конечно, будем рассматривать. И вероятность присоединения и без? Конечно. Это будет обсуждение, публичное утверждение городской думы, поэтому, да. Но с инициативой муниципалитет выходить не будет, только по обращению... Нет, а это двухсторонний же период, как и все эти разы, которые были предшествовали сегодняшнему дню, обращение муниципалитет к образованию, мы рассматриваем. Тогда уточняю еще вопрос. Как Вы считаете лично, нужно ли объединять Саратов и Эннис? Старая тема такая. Вы знаете, пусть люди принимают это решение. Мы и так вместе живем все эти столетия последние, поэтому мы здесь работаем, учимся, отдыхаем, пользуемся всей полной инфраструктурой, поэтому, да, есть между нами юридические границы, какие-то бюджетные ограничения. Но нас жизнь объединяет. Александр Александрович, сегодня были приняты значительные изменения в структуру мэрии, в частности в департаменте, ну, там 163 человека. Это правильно, это сотрудники администрации Саратовского района в основном? Да, это сегодняшние сотрудники администрации, их численность, которые располагаются в, ну, так назовем, администрации Саратовского района, которые располагаются на тракторной, и те сотрудники, которые располагаются в муниципальных образованиях. Их 12, там небольшие коллективы, 4, 5, 6, 7, где-то больше человек. Поэтому всего вместе это количество работников, муниципальных служащих Саратовского района. А в связи с преобразованием, поэтому, конечно, это вливается в общую структуру, часть работников перейдут в какие-то центральные комитеты, часть останутся работать, исполнять свой функционал в администрации или там уже департамент Саратовского района. Ну, а те, кто в муниципальных образованиях, сельских территорий, они там так и останутся. То есть сокращение никого не произошло? Пока нет, а зачем работает механизм? Мы войдем, а жизнь покажет. Мы пока еще не понимаем все процедуры соподчинения. Можно на конкретном примере, например, у нас встают, вернее, входят к нам земли сельхозназначения. Фермерам выдают субсидии Министерства сельскохозяйства. Как в данном случае будет? То есть эти специалисты будут двойного подчинения? Нет, они двойного не будут. Ровно так же, как сегодня в администрации Саратовского района была процедура, она так и продолжится. Еще такой вопрос. Сегодня мы услышали программу от, так сказать, других кандидатов. Хотелось бы узнать, может быть, вы услышали какие-то новые идеи, которые, может быть, вы будете применять? На самом деле, Владимир Анатольевич, он возглавляет наш район, Волжский, и его опыт работы в федеральных органах налоговой полиции. Они всегда полезны, он дает консультации. Что касается третьего кандидата, хорошие свободные мысли. Я думаю, что мы обязательно встретимся, обменяемся, обсудим возможность сотрудничества, ну и дальше какие-то решения обоюдно примем. Михаил Александрович, весной, во время состояния городской думы, уже прошлого созыва, вы упоминали о необходимости создавать муниципально-автобусное предприятие. Что это? Муниципально-автобусное предприятие. Но как тема заблоков. Будет ли такое предприятие в следующем году? Вы знаете, давайте не будем торопиться. Это предприятие все равно необходимое оно будет. Мы в этом году, вот сейчас в декабре, год заканчивается последним месяцем, получаем оставшиеся троллейбусы, новые «Адмиралы». Мы будем и подойдем к реализации проекта скоростного трамвая. Там и коммуникация, энергетика, подвижной состав. И, конечно, третий шаг – это не относится к предприятию «Горлевко-Транс», а к созданию муниципального автобусного парка. Я думаю, что это решение правильно. Продолжение следует...